Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Станислав Михайлович. Тема предстоящего интервью с генеральным директором компании Alchemy Pharma – глобальная проблема устойчивости к антибиотикам. И многие страны пытаются решить эту проблему. Мы поговорим о путях решения ее и о участии российских специалистов. Предотвращение – это угрозы всемирной, угрозы населению, можно сказать, даже, наверное, земного шара. Как бы вы характеризовали проблему, Станислав Михайлович? Абсолютно правильно вы говорите. То есть эта проблема носит глобальный характер. Это подтверждено теми докладами, которые, так скажем, публикуются и заявляются Всемирной организацией здравоохранения. В нашей области, на территории Российской Федерации, эта проблема носит особый характер. Потому что наряду с тем, что существует проблема антибиотикорезистентности, существует проблема еще национальной безопасности по импортозамещению. Здесь стоит добавить, что на территории Российской Федерации за последние годы не производились, не разрабатывались новые антибактериальные препараты. Фактически с начала 90-х, по-моему. Сначала, да, 90-х годов. Но, конечно, мы отставали в этих вопросах от западных стран. И сейчас эта проблема носит особо острый характер. Наряду с экономическими сложностями, которые в стране были в 90-е годы, да, с недофинансированием отрасли. Все эти исследования абсолютно были заблокированы. И наша компания, одна из первых, реанимировала этот процесс. Наша компания первая осуществила ряд клинических исследований и регистрацию новых российских антибиотиков. Эти антибиотики имеют комбинантную формулу, структуру, абсолютно уникальную для нашей страны. Зарегистрируем их совсем недавно. Вывели на рынок абсолютно самостоятельно, в полном соответствии с стратегией импортозамещения, так скажем, регламентированным Минпромтором. А сколько лет заняло, извините, вот этот вот путь этот от разработки, от создания, от того, чтобы нарисовали молекулы, ну не вы там, ученые, до внедрения? Путь был тернистым, непростым. Ну, я потому и спросила. Да, занял он, так скажем, порядка пяти лет. Несколько лет ушло на клинические исследования, которые являются наиболее сложной и капиталоемкой стадии процесса. Также мы осуществляли поиск поставщиков, которые отвечают международным стандартам. Сырья имеете? Сырья, да. Значит, разрабатывали техническую документацию по препаратам, мы консультировались с нашими специалистами, работали в тесном взаимодействии с ассоциациями микробиологов и химиотерапевтов, которые оказали нам максимальную поддержку во внедрении новых российских препаратов. На следующий момент аналогичных, так скажем, выводов антибактериальных препаратов в нашей стране я не вижу. Учитывая то, что недофилансировалось это научное направление, где вы нашли компетентных специалистов? Простой вопрос. Кто из ученых работал над этим? В каком институте это можно назвать? Конечно. Мы взаимодействовали при регистрации клинических исследований с альянсом химиотерапевтов и микробиологов под руководством профессора Сергея Владимировича Яковлева. Ряд других специалистов участвовали в этом процессе. Здесь стоит еще отметить, вернувшись к вашему вопросу о глобальности, это проблема, что компания западной фармы, биг фармы, в общем-то, на сегодняшний момент не вкладывают в развитие новых антибиотиков достаточных средств. Это тоже задекларировано. А почему? Данная отрасль фармакологии, она не является высокоприимной. К сожалению, она является социально значимой, но не является высокоприимной с точки зрения ведения бизнеса. Потому что разработка новых антибиотиков занимает много лет. Дорогостоящие клинические исследования. Патентная защита порядка 20 лет защищает препарат. В течение этого срока, как правило, данный препарат является препаратами резерва, имеют ограниченное потребление. И когда он выходит в широкую продажу, в широкое потребление, срок патентной защиты стекает, выходит в дженерике, убивает стоимость. И компания просто не успевает оправдывать свои инвестиции. Поэтому в западных странах сейчас применены технологии субсидирования клинических исследований страны и государства. В общем-то и у нас в рамках стратегии декларирования промторгом фарма 2030 тоже предусмотрено. Но здесь важно отметить то, что наша компания без субсидирования провела соответствующую работу. Это, на мой взгляд, очень достойно. Ну, вообще, это патриотично, скажем так. Это должно быть отмечено правительством. Кстати, о правительстве. Вы можете сказать что-нибудь о нормативных документах, которые были приняты? В нашей сфере стоит выделить, наверное, два основополагающих документа. Первый документ – это распоряжение правительства, касающиеся разработки стратегии по импортозамещению. Этот документ разрабатывается в Министерстве промышленности Российской Федерации. И второй документ – это стратегии по предупреждению распространения антибиотикорезистентности в стране, который уже формировался Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть, это основополагающие два документа, которые, в общем-то, стимулируют нас рассматривать эту область как область социально значимую и инвестиционно привлекательную. Потому что государство, мы надеемся, что государство тоже будет в этой связи оказывать соответствующую поддержку по дальнейшим нашим разработкам, которые мы собираемся внедрять в стране. То есть, мы, конечно, на двух антибиотиках не останавливаемся. Эти антибиотики, они цифалоспоринного ряда. А, я вот хотела как раз спросить, какого класса они? Да, это цифалоспоринные антибиотики. Ну, то есть, это новое поколение уже. Да, третье-четвертое поколение. Это новые комбинации. Но при этом, конечно, есть и другой класс антибиотик, который тоже нуждается в развитии. Сюда мы направим в ближайшее время наши интеллектуальные, финансовые усилия, чтобы выработать уже дополнительные препараты, новые молекулы для нашей страны, для наших российских пациентов. А вот такой вопрос, чисто, ну, не то чтобы даже технически, я бы сказала, кухон, мне интересно понять эту кухню. Вот вы зарегистрировали, вы выводите на рынок новые препараты. Как об этом узнают врачи? Вот районный врач, терапевт, вот пришел к нему больной. Как он назначит ваш препарат? Как он узнает об этом? Это очень сложную проблему поднимается. Да, но это просто, вот это главное, по-моему. Да, одна из основных задач действительно. Потому что вывести можно, а как вот, чтобы люди пользовались этим? Денести эту информацию до врачей, это большая работа маркетинговых медицинских служб нашей компании. Потому что наша задача на ближайшую перспективу широкое участие в всевозможных международных и внутрироссийских конференциях. Тема которых посвящена борьбе с инфекциями, борьбе с высокорезистентными патогенами. Такие конференции у нас в стране ежегодно проводятся. И мы, конечно, будем одним из наиболее активных участников этих конференций. Дополнительно, конечно, мы планируем просветительскую работу в средствах массовой информации и в общественных организациях, которые просвещают врачей. Особенно это актуально для регионов, для районов, куда информация, в общем-то, доходит с большим трудом. С опозданием. С опозданием, да. И мы здесь будем пользоваться всеми существующими ресурсами для донесения той информации, которая в конечном счете поможет пациенту. Сделает работу врача более качественной. Где у вас производственная база? Производственная база мы, конечно же, выбирали на территории нашей страны. Это было принципиально важно. Несмотря на то, что за рубежом зачастую производить выгоднее и дешевле, в странах Китая и Индии, но это была принципиальная позиция компании еще даже до принятия всех необходимых ограничивающих импорт продукции документов. Площадка расположена на территории Московской области. Это завод называется Росфарма. Это современное высокотехнологичное предприятие по производству антибактериальных продукций. Соответствующие GMP условиями. Соответствующие GMP условиями. Имеющие все лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В общем-то, их продукция отвечает высочайшим стандартным качествам. Поэтому, конечно, к выбору площадки с учетом значимости наших продуктов мы подходили с особой ответственностью. Спасибо большое, Станислав Михайлович. Я желаю успеха вашей компании. Я желаю вам новых замечательных продуктов. И победить в конце концов уже эту глобальную проблему, в том числе и с участием российских компаний. Всего вам доброго. Спасибо. Мы очень благодарны за ваши вопросы. И считаем, что победить в этой проблеме можно только вместе, сотрудничая и с вашими средствами информации, которые смогут успешно донести то, что мы создаем. По мере наших сил будем стараться. Спасибо.